Упаковка. Да, снимаю. Расскажи о своих ощущениях. Неделю не выходил в эфир и сейчас будет подборка того, что происходило за эту неделю. И смотри. Начнем с того, что со мной связался старый знакомый и рассказал о том, что сейчас он работает на линии упаковки фасовки медицинских шапочек. И мне заинтересовала эта тема. Только открылось это производство и я решил, что можно усовершенствовать эту линию упаковки и фасовки. И поехал работать фасовщиком и упаковщиком, чтобы сделать лучше и таким образом заработать денег. Сразу будет спойлер. Ничего не получилось, но как я работал фасовщиком и упаковщиком, следующий сюжет. Все нормально, все. Вкладываю, работаю упаковщиком. И человек с большим и разнообразным опытом, это я про себя. Могу все. Здравствуйте, дорогие подписчики. И мы находимся... Далее. Как ты знаешь, я работаю в компании по реставрации бассейнов. Работаю от случая к случаю и все-таки работаю. Реставрируем покрытие стекловолоконных, бетонных и так далее бассейнов. И зима. Есть время для того, чтобы сделать портфолио на сайте, пофотографироваться, написать, кто мы такие, ставить наши красивые фотографии. И вот на этой неделе была фотосъемка. И репортаж по поводу этой фотосъемки тоже будет в следующем кусочке видео. Видос, видос, конечно. Это же видеоотчет, фоторепортажа. Вот фотоаппарат, короче. Вот здесь фотоаппарат. А вот мы фотографируемся. Железная дорога. Мы попали в страну лилипутов. Вон люди какие маленькие, видите? А мы большие. Баттл айфона и как называться фотоаппарат? Баттл айфона и айфона. Нет, фотоаппарат, фотоаппарат. Пентакс 2100. К5-2. К5-2. Но пока лидирует айфон. Потому что пока он крутит свои объективы, я уже сделал здесь фотографию. А, еще сейчас хорошая зимняя погода. И мы с ребенком нормально-то покатались на горках. Ого, рекорд! И потом я придумал крутой способ доставки детей к месту назначения. Это как эта ледянка, это не санки. А домой надо было попасть быстро. А домой надо было попасть быстро, то вот такой вот способ доставки детей. А еще у меня было какое-то откровение, я уже не помню по какому поводу. Оно пришло в голову, я решил записать. Ну и уже поделюсь с тобой, зритель, раз такое дело. К чему оно пришло, я уже не помню. Но оно было. Мне надо сыграть плохого, плохого героя в кино. Надо выпустить плохого, чтобы он проветрился, проявился в кино, а не здесь в настоящей реальности. А еще, как может быть, ты знаешь, сейчас опять хайпуют криптовалюты, биткоин и так далее и тому подобное. Предыдущую, предпредыдущую ночь я провел, торгуя доги коины. Фото, видео, репортажа не будет, это уже просто рассказ. Мало спал, много торговал. Сегодня тоже был день торгов, но сегодня вообще в минус наторговал. И что-то как-то вообще это высасывает энергию, портит настроение. В общем, все это будет хорошо, но сейчас немножечко грустно из-за потери на рынке. Монтирую ролик, таким образом отдыхаю, как говорил товарищ, которого ты, скорее всего, знаешь. Лучший отдых это смена деятельности. Не будем упоминать его фамилию, так как у нас декоммунизация в стране. Вот, буду монтировать и наслаждаться этим процессом, отдыхать от таких торгов, которые забирают энергию, когда не получается. Энергию и еще и деньги. А если считать, что деньги это тоже энергия, так что энергию вдвойне. Занимаюсь монтажом, но это уже, наверное, конец будет, да, видосиком. Поэтому для тебя, зритель, я уже все смонтировал, и это финальный кусочек видео. Вот. Желание сказать, что есть желание чаще выходить в эфир. И что для этого надо? А для этого надо придумать концепцию и создать понятную линию сюжета, о чем же все-таки блог. Потому как на данный момент я в таком, в творческом, в творческом не пике, как вот это сказать, когда, в творческой турбулентности. Вот. В общем, хороших снов, хороших торгов, хорошей деятельности, которой ты и занимаешься. И себе желаю того же, а также крепкий сон, здоровое питание и пойду заварю себе кофе. И поставь все-таки лайк, напиши там комментарий, как у тебя дела, торгуешь, не торгуешь, трейдер, не трейдер. Как там оно вообще, веришь в биткоин и остальные криптовалюты, или думаешь, что это какая-то пирамида, придуманная масонами, рептилоидами и аннунаками, которые решили из нашей плоской земли придумать такую авантюру, что она вдруг сферическая.